МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий ответит на вопросы о работе здравоохранения, расскажет о подготовке к зиме, а также мы поговорим о благоустройстве и реконструкции парков округа. Эти и другие вопросы обсудим в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый вечер. Здравствуйте, Наталья. А все, кто сегодня с нами? Владимир Петрович, мы сейчас переживаем вторую волну коронавируса. И, конечно, как естественное явление, здесь увеличивается нагрузка на систему здравоохранения. Расскажите, пожалуйста, как складывается эпидемиологическая обстановка сегодня, и как мы вообще преодолеваем это все? Ну, вопрос, конечно, он не то, что он сложный или простой, он вопрос, который сегодня есть, это сегодня наша действительность, и куда ты этого не денешься. И то, что мы переживали в марте, ну, в этого года, в апреле, понятно, что наше здравоохранение, в принципе, я оцениваю, что оно в целом на уровне, но никто не ожидал, не готовился. И мы можем вспомнить, что было в марте месяце, где у нас и масок, просто, ну, они были в каком-то таком небольшом количестве, но чтобы обеспечить всех, и этого просто не было. Всевозможные препараты, там, дезинфекции и прочее тоже этого не было. Ну, и самое главное, наверное, в то время они знали, как с этим вирусом бороться, и что с этим делать. Врачи не знали, что делать, наука этим занималась, были рекомендации ВОЗ, а население и в России, и у нас в Люберцах во всем мире, во все это не верили, говорили, что это спекуляция, это политика, это специально кто-то выдумал, и ничего этого нет. И я помню, я достаточно часто для передвижений в какие-то точки Москвы или в правительство, я пользуюсь метро, и помню, апрель, май, месяц, заходишь в метро, были рекомендации масок, в масках были единицы, без масок все. Сегодня ситуация совершенно поменялась, сегодня в метро заходишь, единицы без масок, в масках все. Если я помню, в мае месяце где-то встречаешься с людьми, было шквал негодования и возмущения, то сегодня таких возмущений нет, люди где-то поняли, потому что в окружении каждого кто-то болеет, кто-то заболел, к сожалению, есть умершие, и это тоже наша действительность, это факт, но самое главное на сегодняшний день врачи научились с этим бороться, лечить, люди стали более внимательны ко всему, что происходит, поэтому мы в Люберцах сделали определенные шаги с точки зрения лечения и формирования всей лечебной базы. Мы где-то в конце апреля, в мае мы тогда полностью переосносили Красковскую больницу, эта работа была выполнена за две с небольших недели, сегодня кто был в Красковской больнице, мы ее, по сути, внутри переделали. Сегодня, то есть там есть боксы, каждая бокс на два человека, по-прежнему, палата на два человека, бокс на четыре человека со всеми удобствами, санузлами и прочее, и каждой кровати подведен кислород, и сегодня там таких куёх на 420, из них 30 реанимация, то есть это все сделано так, как сегодня есть рекомендация Роспотребнодзора, науки, врачей, Каким образом можно лечить ковидных больных. И то, что мы с 1 августа Красковскую больницу вернули к прежнему ее функционалу, то мы вынуждены были с 1 октября, когда пошло увеличение заболевших, то мы с 1 октября тоже вернули ее к инфекционной больнице. Но учитывая, что пошел по сути вал больных, то мы на севере, улица 8 марта, физкультурно-оздоровительный комплекс, мы его переделали, и там сегодня 24 койки, 20 реанимаций. И это тоже все сделано с точки зрения всех стандартов инфекционной больницы. Понятно, что это не изначально стационар, каким он должен быть, но для условий, которые мы сегодня проживаем, и с точки зрения вируса, то все необходимое в этом физкультурно-оздоровительном комплексе сделано. И там мне сегодня приходят разного рода от людей, кто там прошел лечение, и благодарность, и прочее. Хотя поначалу было возмущение, ну как ФОК, и там стационар. А когда люди прошли, к сожалению, я думаю, что получить лечение, первую помощь, лучше в такой больнице, нежели вообще не получать. И на сегодняшний день, я себе вот цифры подготовил, у нас на сегодняшний день заболело 3067 человек. И вот на домашнем лечении находится 867 человек. Значит, госпитализировано, то есть в больницах 312 человек. Но я вам хочу сказать, что у нас, ну так по памяти, обычно, если у нас стационар в Красково, там 320 человек, вернее, 420 человек, то, как правило, занято коек 360-370. То есть у нас всегда есть свободных коек, там 50-70 коек. Если у нас физкультурно-оздоровительный комплекс 204 коекоместа, то, как правило, там 170 по 108 заполняемость. И то есть постоянно идет, как бы, оборот вот коекомест, и всегда есть свободные. Мы инфекционную больницу, вот, ну, мы говорим, СРБ, или там это на улице, вот, Мира, это в центре города. Значит, там инфекционное отделение, 55 мест, и оно полностью, значит, оснащено для того, чтобы оказывать инфекционную, вернее, медицинскую помощь, именно детям, кто заболел ковидом. Там обычно 40-42 человека. То есть всегда есть свободные кое-какие места. К сожалению, вот я могу сказать, вот я назвал цифры, и у нас есть, к сожалению, и умершие. Это порядка 198 человек. Это уже, как бы, такие цифры печальные, но мы начинаем анализировать, почему я говорю с врачами, к сожалению, есть такие летальные исходы, как говорят врачи. И, как правило, люди начинают заниматься самолечением, думают, что это пройдет, симптомы, как бы, незначительно, где-то горлышко прихватило. Как правило, скажем, как мы говорим, насморка вначале нет, и кашля нет, а потом он появляется, и потом начинается, как прежде говорят, цитокиновый шторм. И суть в том, когда уже обращаются к медицине, то уже немножечко бывает и поздно. Поэтому вот сегодня у вас в эфире можно еще раз сказать, что никто не застрахован. Вирус очень легко передается. И суть в том, что если есть какие-то первые недомогания, симптомы, нужно вызывать врача, многие жалуются, что врач не приходит, или скоро поздно приезжает. Если такие случаи и бывают, то у нас есть 112, я нахожусь в социальных сетях, мы реагируем в социальных сетях, как будто человек пришел на прием. Мы мгновенно пытаемся, по крайней мере, оказать помощь, содействие, и никто не остается без внимания. Вот такая ситуация у нас непростая, но она сегодня контролируема. Мы наблюдаем, что происходит в последнее время у нас в России, в области, в Москве, у нас в Люберцах. Я не знаю, есть такое понятие, как бы плато, то есть мы выровнялись. Но я наблюдаю, значит, вот дня 2-3 назад был бы гаговый пик, да, там более 27 тысяч заболевших. Сейчас оно там в пределах 26 тысяч. То есть мы где-то в таком плавающем режиме, но мне кажется, насколько я понимаю, отслеживаю, мне бы так хотелось, что, видимо, может быть, если мы будем нормально соблюдать все нормы, что прописывает Роспотребнадзор, что говорят нам врачи, что мы читаем сегодня в литературе, в научном том числе, если мы будем соблюдать все эти нормы, это маски, это гигиена, то мне кажется, мне бы хотелось, что все это пойдет на спад, потому что, ну, вот я наблюдаю, все-таки, как бы, какая-то остановка и немножечко, как бы, значит, эта кривая идет вниз по количеству заболевших и как бы становится чуточку, но меньше. И на это надо как-то рассчитывать. И поэтому вот сегодня, находясь у вас в эфире, можно нашим люберечанам и всем, кто у нас на территории, да, вообще всем жителям, людям пожелать здоровья и, конечно, заниматься собственным здоровьем, если есть много всех сегодня рекомендаций, это я не буду сейчас это все называть, это СД, цинк и прочее, и что способствует, по крайней мере, поддержке иммунитета, и даже если из вирус попадает, вот тогда человек, если он к этому готов, он более легко это все приносит. Да, и надо сказать, что большую поддержку медикам сегодня оказывают студенты, на медиков тоже большая нагрузка легла, оказывают студенты поддержку, это будущие врачи, это фельдшеры, они выезжают на вызовы, они работают в красной зоне, кроме того, в округе работает группа волонтеров, ребята активно помогают жителям, которые сами сейчас не могут выйти из дома, они, скорее всего, в зоне риска, это прежде всего старшее поколение, о том, какую помощь сегодня получают нуждающиеся, узнаем из сюжета моих коллег. Хорошо. Большие сердца и добрая воля объединяют студентов-медиков и активистов волонтерского штаба. Желание помогать людям одних заставляет каждый день переступать границу красной зоны, других поддерживать тех, кто оказался в группе риска. Сейчас в стационарах Люберецкого округа профессионалам помогают 75 студентов. Очки защитные, либо защитный экран, и в конце мы одеваем вторую пару перчаток и в таком виде отправляемся в красную зону. Там, где без экипировки находиться строго запрещено, врач-стажер Константин Вельмякин вносит свой вклад в борьбу с главным врагом этого года. В красной зоне инфекционного стационара он помогает врачам, анестезиологам, реаниматологам. Сейчас у нас в стране такая эпидемическая обстановка, что врачей, в принципе, не хватает. Своим участием решил, так сказать, помочь и больницам. Это и хороший клинический опыт для себя, и в дальнейшем, я думаю, пригодится это все. Смена медицинской сестры Ангелины Кривобоковой начинается в 8 утра и длится сутки. В ее обязанностях уход за пациентами и работа по листу назначений. Студентка шестого курса Сеченовского университета говорит, что к жизни в таком формате привыкла еще весной. Немного изменилось представление о мире, о том, как все может быть устроено, о том, как может быть мир, то, что может быть какая-то изоляция, какие-то особые условия труда. Это все интересный опыт, впечатляющий. В помощи нуждаются люди и за пределами больниц. В Люберецком штабе волонтеров трудятся 150 единомышленников. Каждый день активисты отрабатывают более 15 заявок. Константин и Мария Калугины – родные брат и сестра. Маша осваивает специальность филолога. Говорит, пандемия заставила по-другому взглянуть на пожилых. Наверное, лучше стала понимать и своих бабушку с дедушкой после этого. И интересная история. Они, конечно, рассказывали о прошлом, а даже о моем городе, в котором я выросла в Люберцах. Узнала много нового от них. Вместе веселее и удобнее. В среднем за один день ребята выезжают на четыре вызова. Если нужно купить лекарства, иногда приходится посетить несколько аптек. Лекарства, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Мне никуда не дойти. Ой, огромное вам спасибо, ребят. Дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Спасибо вам всем. Следующий вызов – покупка продуктов в супермаркете. Занятие не менее ответственное, чем покупка медикаментов. Провизию сверяют строго по списку. Проверяй. Картошка 3 килограмма, молоко 3 литра, сырковая масса с изюмом 2 штуки, сыр 250 грамм. С волонтерством Костю познакомила именно сестра. Помощь людям он совмещает с учебой в Гагаринском техникуме. Будущее планирует связать с вертолетостроением. Я занимаюсь волонтерством, потому что надо помогать людям. И они помогут тебе в любой ситуации. Ну а кто должен помогать? Кто, если не мы? О том, когда закончится практика в красной зоне и горячая пора работы в волонтерском штабе, молодые люди пока не знают. Одно ребятам известно точно – в новогоднюю ночь они будут желать всем здоровья. Да, и Владимир Петрович, я так понимаю, что у вас еще есть что добавить к вашему... Ну, дело в том, что хороший, будем говорить, такой репортаж. И на сегодняшний день мы, вот я, где встречаюсь с врачами, говорю, я говорю спасибо нашим врачам, потому что на самом деле на сегодняшний день профессия, будем говорить без всяких высокопарных слов, слов – это мужественных людей, неважно, мужчины, женщины. Они сегодня находятся на переднем крае. И суть в том, что мы даем себе отчет, что мы должны оказывать им и помощь, в первую очередь защиту с точки зрения от вируса. Это экипировка, и мы целый ряд предприятий, именно в Любрицах, начали выпускать, начиная от масок, костюмы защитные, дезинфицирующие растворы различные, и мы сегодня в состоянии обеспечить. Но мы даем себе отчет, что врач, который работает, мы говорим, в красной зоне, или медсестра, и понятно, что они не могут выйти из красной зоны и прийти домой, и неизвестно, они могли получить этот вирус, работая с больными или не получить. И дабы каким-то образом разорвать эту цепочку, чтобы те, кто имеет контакт с больными, не переносили дальше, то у нас сегодня на сегодняшний день организованы гостиницы. Значит, одна гостиница на порядка, по-моему, 150 мест, это в Томилино, Камелот, вторая гостиница уже в Томилино, на 70 мест. Мы зарезервировали гостиницу в Малахевке на 150 мест. Таким образом, врачи, которые работают, мы говорим, в красных зонах, в них есть возможность, после смены, мы транспорт предоставляем, значит, централизованно, и врачи, медсестры едут, отдыхают именно в гостинице по мере отдыха, по меру дежурств, а не обратно, мы их доставляем до рабочих мест. У нас, более того, эта работа поставлена и оценена на ход, и, по крайней мере, каких-то нареканий нет, потому что мы врачей и кормим, ну, то есть пытаемся окружить вниманием. Хотя даю себе отчет, этого внимания и недостаточно, и понятно, что сегодня оплата врачей, она как бы выросла, но суть в том, что на сегодняшний день тот риск, с которым каждый день сталкиваются наши врачи, ну, здесь, я не знаю, какой можно оплатой компенсировать, это просто сказать людям спасибо, это даже мало этого сказать, поэтому это благодарность, особенно от тех, кто прошел эту болезнь, кто пролежал в стационарах, есть такие, кто неделю лежал, и слава богу, а есть такие, которые месяц и более, и сегодня находятся на долечивании, поэтому я думаю, что мы, есть такое понимание, что врач сегодня, это профессия крайне важная, крайне необходимая, и благодарности в этом плане нет предела. Ну, а что касается, тоже хочу добавить, у нас где-то более 800 человек сегодня находятся на домашнем лечении, и здесь тоже у нас врачей не хватает, потому что нужно каждому уделить внимание, каждому больному надо дойти, смотреть, сопровождать, который так или иначе болел, либо он выписан из стационара, либо он просто дома болеет, его сопровождает врач, поэтому мы создали колл-центр, порядка 20 человек, это молодые люди, которые обзванивают так или иначе болеющих, если там есть какие-то вопросы и так далее, особенно если пожилые люди, то у нас для этого есть волонтеры, то есть мы окружаем вниманием, начиная от доставки продуктов питания, медикаментов и прочее, то есть такая работа на территории ведется, мы стремимся, чтобы никто не был оставлен без внимания, не важно, это пожилые люди, хотя это очень важно, больше внимания мы пожилым, я даю себе отчет, но когда человек заболевает и находится на домашнем лечении, мы стремимся, по крайней мере, руку держать на пульсе и ничего не упустить, исходя из сегодняшнего эфира, даю себе отчет, что человек болеющий – это всегда есть немножко эмоции, обостренное чувство, справедливости или несправедливости, особенно рядом, когда находятся родные люди, болеет мама, папа, или, допустим, у людей болеет ребенок, то, понятно, здесь эмоции зашкаливают, поэтому даю себе отчет, если вы сегодня нас слышат и видят, если есть вопросы, опять же, звоните, обращайтесь, пишите, потому что у нас есть задача на сегодняшний день, по крайней мере, те, кто попал в какую-то ситуацию непростую, оказать помощь, даю себе отчет, что болезни, скажем, с этим ковидом, они есть сегодня, но есть и болезни, которые были до ковида, это всевозможная кардиология, онкология, и масса всех других заболеваний, хронических, и мы на сегодняшний день, если то, что было у нас в апреле-майе, где в силу того, что этот вирус, как бы, внезапно появился, и, значит, больные с вирусом, они оказывались повсеместно в разных отделениях, и по, скажем, ну, рекомендации, и такой настойчивой, такой работе Роспотребнадзора, все эти отделения были закрыты, и, конечно, был какой-то сбой, даю себе отчет, то на сегодняшний день, мы стремимся, по крайней мере, вот эти потоки развести, вот вирусные заболевания в сторону, инфекционные в сторону, чтобы вся остальная медицина функционировала, да, может быть, она сегодняшний, на сегодняшний день, работает, но не в тех темпах, потому что на сегодняшний день, есть рекомендация Роспотребнадзора, значит, после посещения, значит, пациента, скажем, отделения, или он зашел к врачу, врач должен его смотреть, а потом дезинфекция, значит, этого помещения, немножечко во времени все растянуто, но медицина у нас в Люберцах функционирует в нормальном штатном режиме, да, не хватает врачей, тоже даю себе отчет, но не хватает, скажем, условно скажем, где-то в Люберцах, там, где-то, скажем, на северной стороне, но есть на Южной, у нас в поселках есть, то есть, мы достаточно компактный район, и там, где нужна, или нужно оказать медицинскую помощь, у нас такая возможность всей сегодня. Да, и вот продолжение медицинской темы, насколько мне известно, у нас есть звонок от телезрителя, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы слушаем вас, задавайте ваш вопрос. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слышим. Мы вас хорошо слышим. Владимир Петрович, да, здравствуйте. Здравствуйте, вы меня знаете, если вы его увидели, то вы меня знаете. Я очень довольна, что попала с вами поговорить. Вот мне будет в декабре 85 лет. Я все к вам думаю, все живу-живу. Когда же у нас будет баня в Люберцах? Ну, вопрос есть, даю себе отчет, значит, мы, по крайней мере, стремимся и сейчас в работе, в гарнизоне баня, она находится в собственности Министерства обороны, мы стремимся ее забрать, и мы будем стремиться ее, будем говорить, запустить в оборот в городе. Ну, и история, я много говорил, но, как-то, скажем, у нас это не получается до конца сделать, хотя земельный участок выделен. это на улице 8 марта, рядышком, где вот был вертолетный завод, значит, там выделен земельный участок, и мы ищем инвестора под баню, как-то, был инвестор у нас год назад, но так уж как-то произошло, у него не получилось, и сегодня мы находимся в стадии поиска инвестора, я думаю, что даже кто-то меня слышит, если есть у кого-то какие-то знакомые, друзья, близкие люди, или вы кого-то знаете, можете рекомендовать, и мы с удовольствием рассмотрим, по крайней мере, какие-то предложения по строительству бани в Люберцах, это улица 8 марта, хорошее место под баню, там все коммуникации есть, такое место выделено, идет поиск инвестора. Я вот, у меня очень продают ноги, я вот здесь лечусь по месту жительства, ничего не помогает, вы бы не могли меня направить сосудистый центр, который у нас... Ну, вы оставьте свои координаты моим коллегам, и на вас обязательно не будем оттягивать, завтра выйдут, и мы будем стремиться решить ваш вопрос. Спасибо, друзья, напоминаю, это программа «Диалог с головой», мы в прямом эфире, и мы ждем ваших вопросов по телефонам студии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Ну что ж, Владимир Петрович, зима наступила, все, сегодня первый день зимы, это большая радость, да, тем более мы сегодня, буквально тут несколько часов назад, значит, мы зажгли, мы традиционно 1 декабря зажигаем нашу елочку, у нас таких елок, по-моему, это больше сотни по городскому округу, и везде должны загореться вот эти как бы ну, иллюминации или огни елочные, все-таки вирус с вирусом, но у нас есть традиции, и Новый год, и его никто не вправе отменить, и я думаю, что все равно к нему готовится и мы будем стремиться, понятно, что он немножко будет другим, я сейчас не хочу эту тему особо как-то скажем, как-то разъяснять, потому что об этом сейчас говорится многое, и понятно, что Новый год, мы говорим, семейный праздник, вот в этом году он будет по-настоящему семейный, потому что надо готовиться, но город мы стремимся украсить. Но чтобы дома было комфортно встречать Новый год, там должно быть тепло и в общем и уютно, теплые батареи, горячая, холодная вода. Без этого никуда, потому что конечно же здесь нужно готовиться, к зиме нужно готовиться, в частности ресурсоснабжающие предприятия округа, они должны работать и без сбоев, спецтехники, антигололедных средств, то что касается выхода на улицу, то здесь тоже должно быть всего этого достаточно, чтобы справляться с непогодой. Владимир Петрович, вы проводили осмотр дорожных и коммунальных служб, насколько вы оцениваете подготовку округа к зиме? Что я могу сказать, значит, зима это всегда проверка наших коммунальных дорожных служб на работоспособность, на подготовку работать именно в таких, ну, я бы сказал, не то, что в экстремальных условиях, а в условиях серьезных и непростых, потому что лето есть лето, даже дождик перешел, ну, перешел, допустим, ну, погода прохладная, теплее оделся, ну, понятно, что летом мы не отапливаем, но задача летом, чтобы была так или иначе горячая вода, мы, как правило, это выдержим, а вот зима, это другая совершенно история, тем более, хотим мы, не хотим, зима в России полгода в нашей полосе, по той лишь причине, что она бывает разной, я помню времена, где снег выпадал где-то в начале октября, уж в середине октября он уже лежал и таял где-то, возможно, в конце марта, сегодня времена другие, и последние годы мы наблюдаем, что мы можем встречать Новый год, а снега нет, потом мы начинаем это падать там в первых числах января либо в середине января, бывает несколько, скажем, там, дней, недели, сильные морозы или снегопады, всегда за зиму два-три раза выпадает месячная норма снега и наши коммунальщики с этим борются, то есть мы должны быть готовы к экстремальным каким-то погодным условиям, поэтому мы понимаем, что зима может быть ранний, может быть поздний, может быть слякоть, но 100% каждую зиму у нас морозы по 30, то есть за 30, да, бывает пару дней, бывает неделя, а бывает и несколько недель, мы понимаем, уже об этом говорил, что снегопад в нашей зоне это обычное явление, и снега может долго не быть, а потом выпадет месячная норма, и наши жители, они привыкли, рядышком Москва, есть столичные некие подходы, если снег уж выпал, а учитывая вот эти социальные сети, значит, все, что происходит, многие этим сегодня занимаются профессионально, и мне присылают, снег идет, и мне присылают, что вы его еще не убрали, а он еще идет, поэтому мы ставим задачу, снег выпал в течение самого короткого времени, мы должны наши центральные магистрали очистить от снега, значит, а дальше мы идем во дворы, все, что связано с отоплением, это святое дело, по той лишь причине, что, повторяю, полгода зима, и в квартире должно быть тепло, а у нас 81 котельная, у нас самая крупная, значит, теплосеть, это Люберецкая теплосеть, да, там порядка 60, там, с небольшим котельным, все остальные котельные частные, но жители же не интересуют, там, частная котельная, или она не частная, когда зимой нет тепла, то сразу же вспоминают, что есть власть, она там не работает, не контролирует, поэтому у нас достаточно такой жесткий, серьезный подход ко всем компаниям, независимо от формы собственности, поэтому мы стремимся вместе, значит, с Министерством жилищного комплекса, вместе с надзорными органами достаточно жестко контролировать подготовку к зиме, а подготовку к зиме мы, как правило, начинаем в конце марта каждого года, и мы все лето стремимся, скажем, исходя из прошедшей зимы, где были какие-то недотопы, были какие-то аварийные ситуации, были какие-то проблемы, мы это учитываем, готовимся к очередной зиме, что в этом году произошло, поэтому наше хозяйство готово, потому что мы одни из первых в Московской области получили паспорт готовиться к зиме, а паспорт выдается только тогда, когда все котельные готовы, значит, все, что связано с водозаборными узлами, то есть со всем хозяйством, поставки воды, канализования, все, что связано с электричеством, то все это хозяйство осматривается, есть, значит, Ростехнадзор, есть представители Министерства жильчайного коммунального комплекса, наши специалисты, поэтому все это подвергается такому анализу, некой экспертизе, и мы, конечно, к зиме готовы, но я вот постучу по столу, суть в том, что от аварии никто не застрахован, аварии были, есть, и, к сожалению, будут, другое дело, я везде говорю своим коллегам, возникает аварийная ситуация, потому что это техника, она, к сожалению, обречена от дела времени, когда ломается, да, здесь уже готовность аварийной бригады, и тут у нас аварийные бригады, у нас их порядка там пяти, пяти самых разных, и суть в том, что у нас единый комплекс, потому что у нас энергетика отдельно, это электросеть, скажем, теплосеть это отдельно, значит, Люблицкий водоканал, театр отдельно, есть управление компанией, они отдельно, но у нас это закольцовано, есть единая дисциплиническая служба, единый у нас такой жилищно-коммунальный комплекс, и когда возникает ситуация, а они возникают ежегодно, к сожалению, то все должно работать как часы, так или иначе, ну, понятно, этим занимается управлением администрация, все наваливаются и решают ту или иную проблему, где возникла аварийная ситуация, поэтому стоит задача, чтобы люди не замечали, что где-то произошла аварийная ситуация, если даже где-то, я извиняюсь, бывают случаи разные, там есть проблемы, там что-то с кабелем, где-то коротнуло, бывают случаи, что кто-то залез в землю и порвал этот кабель, бывают случаи, что какие-то, у нас были случаи, когда гидроудар, и он неконтролируемый, и теплосеть выходит из строя, это были массовые случаи, с их задачей мгновенно среагировать и навести порядок, но пока что это нам удавалось, я думаю, что мы сумеем пройти этот год. И к нам сейчас присоединяется телезритель, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, Владимир Петрович, у меня к вам вопрос, я живу в Люберцах, в микрорайоне Красногорка, по адресу Простые Газаль, 2726, и хотелось бы вот узнать, наш дом относится к какой управляющей компании, потому что непонятно, то ли мы к ПИКу относимся, комфорт, то ли мы к МОСОБЛ ЕРЦ относимся, потому что платежки приходят просто суммы, ну, за небесные. Хорошо, значит, вы свои координаты нам оставьте, значит, мы еще лично по вашей проблеме поработаем и дам такое распоряжение. А что касается управляющей компании, то у вас управляющая компания, компания ПИК, ПИК-комфорт, скорее всего. Что касается МОСОБЛ ЕРЦ, то это некий расчетный центр, это Московский областной единый расчетный центр, так называется, МОСОБЛ ЕРЦ. Суть в том, что было принято решение губернатором Андреевичем Воробьевым, все, что связано с управлением домами, управляющая компания сами деньги не собирает, потому что были массовые случаи на территории России, Московской области, у нас, к счастью, этого не было, когда управляющая компания собирает деньги жителей, а потом пропадает управляющая компания, руководство, потом заводит уголовное дело, их где-то ищут, их нету, деньги пропали, и кругом не платежи. Поэтому было принято решение Андреевичу Воробьевым о создании единой такой расчетной системы, где деньги на счета, на свои счета собирает расчетный центр, а управление делами, управление домами занимается управляющей компанией. И когда деньги приходят на расчетный счет МОСОБЛ ЕРЦ, то там идет расщепление. В МОСОБЛ ЕРЦ есть целая схема, она, будем говорить, компьютеризирована, айтищники все эти, скажем, необходимые расчеты сделали, и идет расщепление. Какая-то доля от ваших денег вы платите за тепло, это отдельно теплосеть, за воду, отдельно за воду, за электричество, отдельно за электричество, а также коммунальные платежи управляющей компанией. И МОСОБЛ ЕРЦ сразу долю управляющей компании дает на счета управляющей компании. Таким образом, управляющая компания не собирает деньги за теплосеть, за электроэнергию, за воду. И поэтому вот эти ресурсники, они получают деньги сразу же напрямую, в этот же день вы воплотили, деньги упали на расчетный счет, в этот же день деньги расщеплены и ушли на счета этих организаций. То есть это сделано для того, чтобы, ну, я извиняюсь, уйти, скажем, от воровства, возможно, уйти от недобросовестных руководителей управляющих компаний. Такие, к сожалению, иногда попадаются. Поэтому в этом плане как бы в какой-то степени наводится порядок в платежной дисциплине. Спасибо. И продолжая тему подготовки к зиме, хочется отдельно остановиться на давно существовавшей проблеме обеспечения теплом жителей поселка Месс в Малаховке. В этом году старая котельная там была реконструирована. Давайте посмотрим на эту тему сюжета, далее продолжим разговор на эту тему. Котельная в микрорайоне Месс поселка Малаховка была построена в середине прошлого века. В те годы мощности трех паровых котлов хватало, чтобы поставлять тепло в дома и социальные объекты. Поселок расширялся, возводилось новое жилье. Производимого тепла оказалось недостаточно. В администрации городского округа Люберцы было принято решение о строительстве новой, современной и более мощной котельной. Ее возведение началось в 2019 году. Перед снабжающей организацией была поставлена четкая задача обеспечить теплом 60 многоквартирных домов, школы и детские сады в микрорайоне МЭС. На сегодняшний день вот эта котельная у нее мощность 12,6 мегаватт, что составляет 10,8 в гигакалориях в час. Присоединенная мощность 19,6, то сегодня в совокупности котельная нов, построенная и старая котельная составляет 26 гигакалорий в час. То есть мы поставлены задачей исправились. В котельной установлены газоанализаторы. В случае утечки газа поступит сигнал на блок управления и подача топлива сразу будет приостановлена. Современное оборудование, преимущественно российского производства, работает в автоматическом режиме. Участие человека в работе котельной минимальное. Оператор на мониторе компьютера видит схему трубопроводов, следит за температурой в котлах и расходом воды. В случае неисправности система просигнализирует. Если, допустим, моргнул свет, эта картинка вся гасит. Свет включился, все загорается, насосы автоматически начинают запускаться, также и котлы начинают запускаться. Тепловую систему двух котельных закольцевали в единую сеть. Это позволит во время летних ремонтно-профилактических работ не отключать горячую воду в квартирах. Новая котельная обеспечит теплом квартиры, даже если на улице ударят сильные морозы. Владимир Петрович, ну вот реконструкцию этой котельной удалось завершить и запустить ее в работу как раз к отопительному сезону. Вы инспектировали этот объект. Как оцениваете его после ремонта? Ну, так как-то сложилось, что эту котельную я очень хорошо знаю. И, конечно, котельная, ну, скажем так, она старенькая была и, будем говорить, там не хватало порядка 12 гигг. Она была там чуть более 10 гигг. Она была перегружена. Почему перегружена? То есть велась застройка, значит, котельник никто не модернизировал, не модернизировал. И она, кроме того, что технически устарела, значит, морально устарела, и ее просто не хватало мощностей. И на МЭЗе, это поселок МЭЗ, так уж сложилось, что когда температура там за 20, я уже не говорю, за 30, просто там было в домах холодно, все-таки там три школы, детский сад, поликлиника, и, конечно, был вал обращений, возмущений и так далее. Поэтому мы к этой теме подходили, где-то я не буду говорить, но года три точно, когда стали городским округом, мы плотно этой темой занялись, потому что до перехода в городский округ за котельную и в целом за весь блок ЖКХ отвечала местная администрация, администрация Малахевки. Поэтому мы вошли в программу, сделали проект. Понятно, что с деньгами всегда сложно, мы их нашли. И вот в этом году мы абсолютно полностью эту котельную, будем говорить, тех перевооружили, добавили котлы, увеличили мощность более чем в два раза, то есть добавили 12 гигг. И на сегодняшний день, мощности котельной абсолютно хватает для того, чтобы поддерживать нормальный температурный режим во всем поселке. Это, я уже говорил, это и три школы, и детские сады, и поликлиника, и жилой фонд. И там проживает, где-то под 11 тысяч населения. Это хороший такой, по российским меркам, город, по большому счету. Вот поселок МЭЗ. И поэтому на сегодняшний день все необходимое сделано. Были проведены в свое время там проверочные работы, пусковые, пусконаладочные работы, все документы получены. Поэтому на сегодняшний день буду как бы и надеяться, и верить, что ничего такого не произойдет, дай я на сбоку, аварийного, или такого непредвиденного. И жители в Малаховке, МЭЗа, будут с теплом. Ну что ж, у нас в студии еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Ивлий Сергей Борисович. Улица 3-е почтовое отделение. Добрый вечер, Сергей Борисович. Дом 64, квартира 61. Добрый вечер. Вопрос достаточно простой, наверное. Я живу в этом городке уже 20 с лишним лет. И проблема одна и та же. Холодной воды нет. Ну как, не то, что ее нет. Она до 8.30 ее нет. После 18 практически нет. Сергей Борисович, для меня это как бы новость, извиняюсь, если я обычно жалуюсь, нет горячей воды, тут холодной. Давайте мы договоримся. Вы оставьте свои координаты. Мы поставим вопрос на контроль. В чем вопрос? Какая причина? Я не вижу здесь проблем, чтобы не было холодной воды. Для меня это новость такая как бы непонятная. Надо просто посмотреть и разобраться, что там насосы слабые, с трубами проблема. Может, старые, да, они забились. Давайте мы посмотрим и сделаем какие-то технические решения, чтобы вода была. Ну что ж, дома действительно должно быть и тепло, и комфортно, и вода, и горячее, и холодная. Да, но с тем же комфортом хочется прогуляться, отдохнуть в благоустроенном парке. И как раз в этом году завершилась реконструкция парка Малаховское озеро, преобразился Наташинский парк, были разработаны проекты благоустройства парка в Моросине, парка Лапса, в городе высаживали много новых деревьев. В общем, благоустройство зон отдыха, оно велось достаточно активно, несмотря на то, что действительно были ограничения. Владимир Петрович, насколько удалось выполнить запланированные работы по реконструкции парков? Ну, по крайней мере, то, что мы планировали, а мы планируем, как правило, в конце каждого года принимаем бюджет, потому что без денег ничего не сделаешь, поэтому мы все вопросы, которые мы планировали в прошлом году, и деньги заложили в бюджет, все эти вопросы у нас решены. Абсолютно все. И мы планировали ряд вопросов решить по Центральному парку, по парку Наташинские пруды, по созданию парка Малаховское озеро. По Малаховскому озеру это отдельная тема, потому что кто помнит, и жители, и нас это видят, потому что показывали, в том числе, ну, у нас же на любое хорошее дело всегда возникает, и это ничего в этом страшного нет, группа возникает, я оцениваю, я уже извиняюсь перед нашими зрителями, в том числе возникает провокатор, я их называю, который рассказывает, что в администрации там собрались люди какие-то непонятные, и они все делают во вред, поэтому эти люди, значит, как-то смогли вокруг собрать себя небольшие группы, привлечь, значит, средства массовой информации, в том числе телевидение, я скажу, первый и второй канал РНТВ, где в прошлом году показывали, что администрация Люберец хочет загубить Малаховское озеро, нарушает экологию, вырубает деревья, и там все идет на уничтожение. Хорошо, что есть люди, которые здравомыслящие, достаточно объективные, которые нас поддержали, мы показывали, рассказывали, к чему мы идем, к чему мы стремимся, к чему мы хотим, и суть в том, что мы показали, что мы хотим обустроить, мы хотим создать парк, парк Малаховское озеро, да, есть Малаховское озеро, это жемчужина, мы говорим, Подмосковье, жемчужина Малаховки, это та территория, где люди всегда традиционно отдыхали, и там в свое время, значит, на этом озере мы купались, на спорах его переплывали, то есть я это место очень хорошо знаю, но это было такое, я бы сказал, такое дикое, природное место отдыха, это тоже нормально для своего времени, но если мы сегодня наблюдаем, что происходит в Москве, как она меняется, сегодня Москва признана лучшим городом мира, а мы ближним Подмосковье, и мы должны готов вписываться в эти сегодня современные тренды, мы видим, что происходит в Московской области, мы видим, какой вектор движения задал губернатор Андреевич Воробьев, и мы же не можем топтаться на месте, или там стоять, и рассказывать, что мы гордимся, да, здесь Малаховское озеро, да, это жемчужина, но мы сохранили его там действенную природу, и ничего не трогать не будем, и ходили там люди по каким-то лужам, упавшие там деревья, потому что, ну, все, к сожалению, стареет, и дерево растет, и у него есть молодое дерево, зрелое дерево, но потом, к сожалению, оно начинает там подгнивать, и заваливается, и падает, и таких тоже деревьев там было много, поэтому мы создали рабочую группу, пометили те деревья, или обозначили, которые требуют там замены, либо вырубки, мы проложили, значит, вот тропинную сеть, и я вам скажу, мы даже, когда приступили в мае-апреле, вернее, в мае-июне, прокладки, значит, тропинной сети, опять пригласили телевидение, там создали некую-некую такую картинку, где несколько человек легло в этот котлован, как бы, где мы для плитки проложили, и тоже по телевидению показали, что люди ложатся, значит, и сегодня ситуация, сегодня ситуация совершенно другая, я всех приглашаю в парк, сегодня те люди, которые такие устраивали, я скажу, такие киношные, как бы, съемки, выполняли такую роль артистов, на сегодняшний день их нету. Вот, Владимир Петрович, вот как сегодня выглядит парк, я предлагаю сейчас, да, Ну, покажите, потом я расскажу, давайте посмотрим, давайте. На территории зоны отдыха Малаховское озеро завершилась масштабная реконструкция. Результатом проведенной за год работы стал современный благоустроенный парк, отвечающий европейским стандартам. Строительная техника появилась на территории вокруг Малаховского озера в ноябре прошлого года. Впереди была большая работа превратить это место в многофункциональную зону отдыха. В первую очередь взялись за освещение и обустройство пешеходных дорожек, затем приступили к установке детских и спортивных площадок, лавочек и урн. Первый этап благоустройства включил создание пикниковой зоны и малых входных групп. Две дорожки тропиночных, которые будут здесь сделаны с плиточным покрытием, остальная тропиночная сеть сохраняется. Естественный ландшафт лесной сохраняется. Работы по благоустройству пришлось на время приостановить из-за пандемии коронавируса. Но на сроках и этапах реализации масштабного проекта это никак не отразилось. День за днем и шаг за шагом парковая зона приобретала новые очертания. Кроме наведения красоты у этого проекта еще одна главная миссия – подчистить водоем и навести на нем порядок. 7 июня подрядчики приступили к строительству дамбы на реке Македонка. Этот пункт благоустройства завершили в конце августа. Выполнены укрепления водосбросного сооружения, водовыпуск, укреплены тела плотины гидроматами, проведен капремонт моста вместе с откосами. Когда работы по благоустройству были на финишном этапе, на территории Малаховского озера прошла экологическая акция. Жители и власти округа высадили в парки деревья и кустарники. Хотелось, чтобы внуки потом посмотрели, что здесь наше дерево, что мы приняли участие в таком замечательном мероприятии. Работа по благоустройству Малаховского озера в этом году завершена. Продолжение будет в следующем. Но кардинальное преображение парка уже налицо. Малаховское озеро стало очень яркой достопримечательностью. Люди приезжают и говорят, что у вас здесь как в парке Горького. Я говорю, у нас лучше, чем в парке Горького. Будет еще лучше. Раньше в лес зайти было страшно. В темное время суток уже это было просто невозможно. Сейчас, конечно, очень приятно. Мы с мужем гуляем каждый вечер. У нас как мацион перед сном идет час прогулок по озеру, до пляжа и обратно. Вот ждем замыкания этого круга, чтобы появился мостик в следующем году. Мы всем довольны. Спасибо всем огромное. То, что было и что стало, просто небо и земля. Владимир Петрович, ну вот в парке действительно выполнено большое количество работ, и он действительно преобразился. Вот в этом уже обновленном парке вас лично что больше всего впечатляет? Ну, во-первых, сама, скажем, ну, атмосфера, которая как-то сложилась, потому что место на самом деле намоленное, место красивое. Во всех отношениях это и ландшафт, и общий такой пейзаж, и сосны вековые, и деревья, все красиво. И мы когда вот оформили, значит, вот эту терапинничную сеть, вымыстили вот это, все это плиткой, когда отремонтировали дамбу, а дамба – это инженерное сложное сооружение, оно требует, чтобы проектом занималась лицензируемая организация, как-то обустроили входную группу, сделали освещение, потому что днем красиво, у вас как-то, ну, можно жителям показать, что такое вечерний, значит, парк, и какое там освещение, как оно организовано, то это глаз радует, это просто красиво, и это впечатляет, и люди, я туда захожу, ну, я могу сказать, что у людей нет слов, скажем, кроме благодарности, и они, у них приполняют эмоции, потому что люди, которые понимают, что было год назад, и что сегодня стало, и я даю себе отчет, люди ко всему привыкают, пройдет год-два, те, кто вот сейчас подросли, они или приедут в Малаховку, и зайдут туда, им кажется, что так было всегда, но так не было не всегда, так только сейчас стало, и суть в том, мы ставим перед собой задачу, уже было сказано, вот, в репортаже, одними жителей, что неплохо бы замкнуть, и у нас в проекте, замкнуть, и сделать кольцевую, такую тропиночную сеть, вокруг Малаховского озера, и самое главное, что мы ставим задачу, и мы в плане, может быть, и в этом году бы сделали, но немножко пандемия помешала, и так далее, это очистка Малаховского озера, по расчетам специалистов, занималась проекта организация, они делали исследования, изыскание Малаховского озера, там порядка 140 тысяч кубов ила, его надо вывести, вот когда мы такую работу проведем, то эта зона отдыха станет и пригодна для купания, и тогда другая там жизнь появится именно летом, мы ставим задачу, чтобы там появилась сфера услуг, чтобы там была какая-то кафешка, можно было бы зайти там, посидеть, отдохнуть, чай попить, мы ставим задачу, чтобы такая была хорошая, красивая зона отдыха, чтобы особенно летом, да и зимой, люди могли прийти прогуляться с родственниками, с друзьями, с детьми, и просто отдохнуть, и там все для этого есть, поэтому это получилось, на самом деле, уже сегодня жемчужина, поэтому те люди, которые в свое время провоцировали, все у них не видно, они спрятались, но эти люди, я знаю, они появляются в других местах, потому что им нужен скандал, а нам нужно, чтобы было красиво, достойно, и территория, где человек проживает, она была бы пригодна для проживания, и можно было бы гордиться тем местом, где проживаешь, у нас такая задача, маленькая и простая. Спасибо, и у нас есть еще один телефонный звонок, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Да, слушайте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Кустова Наталья Андреевна. Я проживаю улицу Южная, дом 22, квартира 79. Так. У меня такой вопрос насчет социальной карты. Вот сегодня мне нужно было поехать к врачу, и я была удивлена, что карта заблокирована социальная, и получилось, что я ездила, как пенсионерка, за свой счет. И мне, ну, как это получается, чтобы меня поддержать, мое здоровье, я должна платить деньги, чтобы попасть в врачу. Ну, Наталья Андреевна, я могу в этом вопросе, ну, мое сочувствие, я понимаю, что не очень удобно, но еще есть другая задача, кто занимается управлением городом Москвы, или Московской области, это мэр Москвы, Собянин, губернатор Московской области, Андрей Юрьевич Воробьев, стоит задача вот разорвать вот эти цепочки болеющих. Болеющих. Поэтому стоит задача, чтобы минимизировать передвижение жителей. Стоит задача те люди, которые старше 65 лет, они более подвержены, и болезни у них протекают более тяжело, чтобы они были дома. Да, могут быть какие-то единичные, наверное, случаи, когда потребность выехать, но тогда я приношу извинения, это человек принимает решение сам, и, к сожалению, я не знаю, как это компенсировать, потому что сегодня стоит задача максимально ограничить количество людей, которые появляются в общественных местах. Максимально ограничить выход людей в общественные места, кто старше 65 лет. Вот эта социальная карта, она заблокирована, по сути, для жителей старше 65 лет. Ну, таковы сегодня рекомендации Роспотребнадзора, наших медиков, ученых. Это не только в России, вы видите, что происходит в мире. У нас, конечно, нету такой всеобщей, тотальной, будем говорить, изоляции. Но я бы не хотел туда войти, потому что мы с вами это переживали по весне. Сегодня все-таки работают предприятия, другое дело, что стоит задача максимально людей увести на удаленку, значит, каким-то образом разорвать вот эти цепочки передачи этого вируса к человеку. И это, вы посмотрите, что происходит. Когда мы только эти цепочки разрываем, не только в России, а вот, я не буду сейчас называть страны, в мире, и там сразу заболевание идет на минус. То есть, заболевание, количество заболеющих уменьшается. Но другого никто еще не придумал. Мы, если читаем сами исторические какие-то, произведения, значит, это было, значит, и в средние века. Один путь – изоляция. Изоляция и соблюдение норм гигиены. Другого никто ничего не придумал. К сожалению, пока так, да. Владимир Петрович, продолжая тему парков, мы много времени уделили Малаховскому парку, Малаховскому озеру, да? Вот есть же еще и Наташинские пруды у нас там тоже произошли. Ну, Наташинские пруды это на самом деле уже жемчужина здесь у нас в Люберцах. Даю себе отчет, что он парк небольшой, потому что на северной стороне, где рядышком мы соприкасаемся с Москвой, каких-то таких пространств парковых, к сожалению, нет. Мы планируем вместе с Москвой создать такую зону отдыха. Озеро Черное это, где, будем говорить, в микрорайон самолет, на стыке с Некрасовкой, там, ну, это перспективы. А сегодня вот именно что касается парка Наташинские пруды, то я же там часто бываю, и особенно летом, особенно, когда хорошая погода, а когда выходные, там пройти невозможно, потому что люди лежат у воды, на травке, просто, я говорю, люди ходят как будто это Шанхай, Китай, просто столпотворение, потому что на самом деле это такая точка отдыха, точка притяжения наших жителей, и там очень сложно удерживать, чтобы это все было красиво и как-то ухоженно, потому что когда тысячи людей в один день проходят туда-сюда, там, понятно, никакая трава, она не может расти, это все вытаптывается, ну, для этого и парк сделан. И мы даем себе отчет, что как-то надо двигаться, обустраивать, поэтому мы сегодня обустроили там такую по губернаторской программе, будем делать такую детскую игровую площадку, там более 1300 квадратных метров, там более 20 всевозможных разных, будем говорить, таких игровых элементов, мы на прудах поставили вейк-парк, где можно заниматься спортом на воде, включая и, скажем, людей с ограниченной возможностью, но и самое интересное, об этом многие люберчане говорили, мечтали, мы поставили колесо обозрения, это просто украсило сам парк, значит, и как-то, скажем, можно нашим жителям и кого-то в гости пригласить, и подняться, оно с диаметра колеса 41 метр, то есть можно посмотреть на нашу округу уже с этого птичьего полета, то есть такая красивая зона отдыха, и, извините, перебиваю вас, там еще появился и амфитеатр, ну и амфитеатр, мы такую площадку там обустроили, где, скажем, ее выложили плиткой, все так красиво, я оцениваю очень достойно, скажем, это рядышком с колесом обозрения, поэтому я думаю, что мы, не то что думаю, я и знаю, и мы будем стремиться проводить всевозможные будем, мероприятия, будем как-то стремиться, чтобы там жизнь, она просто бурлила, да, и сегодня есть, скажем, вопросы связаны с вирусом, и мы не можем проводить массовые мероприятия, но то, что мы сделали, такой задел, это на то, что можно было проводить массовые мероприятия, включая концерты, кинофильмы и прочее, то есть там все для этого сделано, и самое тоже важное, потому что много было наших жителей, они возмущались, пруды начали мелеть, и разные подходы, разговоры, почему мелеть, понятно, что застройка рядышком ведется на протяжении многих лет, ну и пару лет назад проложили метро, я думаю, что это метро проложили, нарушены некие водные, подземные горизонты, вода начала уходить, и мы поставили вот летом скважину, и за счет скважины мы пополняем воду, понятно, что это не панацея, но мы будем стремиться пруды сохранить. Ну что ж, парк сегодня вообще это не только место для прогулок и тихого отдыха, это также еще возможность заниматься спортом на открытом воздухе. В Люберцах оборудованы воркаут-зоны, вейк-парки, расширены места для занятия пляжным волейболом, построены велодорожки. Но еще весь спортом можно заниматься буквально у себя во дворе, не надо уходить далеко от дома. Обустройство дворовых территорий этому вполне способствует. Есть все условия, чтобы привить любовь к спорту буквально с детства. Настойчивая системная работа она, конечно же, в спорте она, конечно же, обязательно приведет к рекордам, к званию чемпиона. И это подтверждают победы юной люберчанки триумфатора в подтягивании на перекладине Ксении Лукиной. Давайте посмотрим сейчас ее историю победы. Интересная, симпатичная девочка. Давай, умница, все, умница. 40 подтягиваний за одну минуту и 47 повторений за один подход. В это сложно поверить, но хрупкой восьмилетней Ксюши Лукиной нет равных ни в нашей стране, ни в мире. Эти спортивные трофеи, которые украшают комнату, завоеваны за два года. Вот перчатки от самого Николая Валуева. Ты молодец. Увидев твой пост, потом увидишь, что ты делаешь, я просто обязан и я очень хочу подарить тебе эти перчатки с личным автографом и записью на память. Но целеустремленная девочка на этом не останавливается. Каждое утро Ксюша обязательно начинает с зарядки. Примерно 10 или 15 минут я делаю пресс разные виды и отжимания от пола. Спорт занимает в жизни рекордсменки особое место. Но и для творчества она находит время. Занимается музыкой, пением. Два раза в неделю посещает занятия по актерскому мастерству в театральной студии. Кажется, вижу, какие слабые монтажки. Вот это он к ворусу принесли. Ой, спасибо! Каждый день расписан по минутам. Большая часть времени, конечно, проходит в школе. Плотный график на учебе не отражается. Напротив, Ксения – круглая отличница. Это тот редкий случай, когда ребенок преуспевает во всем. Девочка очень скромная и никогда, в общем-то, не гордится своими каким-то особенным достижениями. Все это делает очень мило, очень приятно, очень творчески. Она старается быть первой везде и в творческих конкурсах, и в олимпиадах. Она лидер, но она такой тихий лидер. Она никогда не будет себя рекламировать. В будущем Ксюша видит себя фитнес-тренером, поэтому любимый предмет в школе, естественно, физкультура. В списке самых интересных уроков – английский и математика. Английский – это очень интересно. Учишь новый язык, математика, там развиваешь ум. Математика – это же царица наук. Нужно получать знания, потому что без знания никак. После школы снова на сцену. С пяти лет Ксения Лукина постигает азы хореографии. Три раза в неделю занимается в Красковском культурном центре. Девочка уверена, танцы – это не просто развлечение. Танц для меня означает приятное чувство и напряжение. И при этом это получает быть выносливее и никогда не сдаваться. Вы подумали это все? Ошибаетесь. После танцев – домой, но не отдыхать, а заниматься английским. Иностранный язык Ксюша изучает онлайн. Мой нэм из Ксюша. Такую дисциплинированность прививает именно спорт, уверен папа Ксюши. Причем это касается не только ребенка, но и самих родителей. У нас сына не одна, у нас родители. Стараемся как-то везде поспеть, поработать, позаниматься, вниманием делить детям. Себе же, спорт опять-таки. После насыщенного дня можно уже расслабиться. Ксения признается. Подурачиться вечером с братом и сестрой и поиграть с ними – это еще одно любимое занятие. Маленькая рекордсменка раскрыла нам и свою мечту. Я хочу, когда вырасту, чтобы было много денег, я купила маме с папой дом, бабушке с дедушкой, себе большой дом, и чтобы у меня была собачка и кошечка. И еще, чтобы у меня, конечно, были дети. И муж. Удивительная девочка, браво родителям, конечно, и глядя на Ксению, хочется взять в руки гантели и как-то себя немного прокачать. Ну, это тот случай, что все начинается в семье. Вот в семье, и вот эта девочка, она растет, дай Бог им всем здоровья, в благополучной семье, где есть папа, он на своем месте, где есть мама, видимо, заботливая, трое детишек. И вот смотришь, они все ухоженные, все предели, и у папы не хватает какого-то ума, рассудка, мудрости, как-то обеспечивать. Ну, а мама, видимо, занимает позицию, она просто мама и очень надежно, видимо, защищает тыл. Это видно по девочке, видно, как она изъясняется. И как она выражается. Да, да. Ну что ж, а у нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, говорите. Здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Владимир Петрович. Меня зовут Владимир Викторович, фамилия Усачев. Да, Владимир Викторович. Проживаю по адресу проспект Победы, дом 11, корпус 2. Так. Перед нашим домом находится территория. Территория, по плану застройщика, это должна быть спортивно-доскоговая зона. Так. Ну, в данный момент сейчас произошел самозахват этой территории с жителями, которые ставят там свой автотранспорт. Я не против этой автостоянки, так называемой, но хотелось бы, чтобы ее привели в порядок. Хорошо, Владимир Викторович, я поручу своим коллегам на месте проверить, у нас есть земельный контроль, значит, у нас есть, мы посмотрим назначение земельного участка, перспективы и так далее. И все, что у нас прописано в ППТ, это проект планировки территории, это должно соблюдаться. Давайте мы посмотрим, вы свои корня, это, я думаю, оставили нашим коллегам, мы вам обязательно сообщим. Спасибо. Владимир Петрович, вот мы сейчас посмотрели, опять же, сюжет про талантливую Ксению Лукину, конечно, она заряжает и заражает любовью к спорту, а спорт на сегодняшний день в эпоху ковида, это вообще необходимость, поскольку это зависит от этого наш иммунитет. Вот, если говорить и вспомнить еще раз о мерах профилактики распространения инфекции, вот, давайте мы еще раз их озвучим, потому что порой будут... Ну, знаете, я думаю, что это уже набило оскомину, набило, и суть в том, что мы уже все несколько раз об этом говорили, что никуда не денешься, это масочный режим. И суть в том, разное, по-разному говорят вирусологи, кто занимается, скажем, вирусами, и как они распространяются, суть в том, что маска защищает, не защищает. Как говорит один из моих коллег, или даже медиков, но он мой друг, он доктор наук, профессор, он говорит, что маска в какой-то степени служит, я извиняюсь, это носовой платок. И суть в том, что человек, который заболел, он еще, опять же говорят медики, что 2-3 дня он болеет, он об этом не знает, но инфекцию распространяет. И наличие маски, вот он дышит, выдыхает, если есть и чихает, то дальше этой маски не идет. То есть маска уже задерживает. Поэтому, в первую очередь, она обезопасит всех окружающих от того, кто уже заболел. Понятно, что инфекция, это же вирус, это, будем говорить, скажем, капельным путем все это распространяется, это незаметно, это, скажем, это какие-то там, это как пыль, да, и суть в том, что вы когда уже у маски, то количество вот этого вируса, если вы попали в эту среду, оно тоже уменьшается. То есть наличие масок, это доказано, общее, это известно, маски нужно иметь. Понятно, идете по улице, в парке, не одевайте, но зашли в лифт, в магазин, зашли в какие-то общественные места, в электриночку, в автобус, нужно быть в маске. Это вас обезопасит, но даже если вы заболели, вы об этом еще не знаете. Вы других не заражаете. Это надо понимать. Это первое. Второе, есть вопросы, связанные с гигиеной. Это пришел с магазина, пришел, гулял, пришел, дверь открывал, подъезд, в лифт сел, пришел, помой руки. Это как бы общепризнанно, и этим надо заниматься. Смотришь, где-то вы можете даже инфекцию поймать на руках. Ну и пришли, помыли, и тоже себя обезопасили. Ну, люди, которые старше 65 лет, тоже об этом говорили, лучше не ходить. У меня есть друзья-товарищи, которые очень бережно относятся к своим родителям, которые там 65, 70, 80. Они ими созваниваются. Сегодня есть, слава богу, современные технологии. То есть, ты можешь позвонить, либо говорить по телефону, видеть, либо в компьютере, и ты можешь смотреть и видеть. И они им доставляют продукты, но не заходят, общаются только по телефону. И таким образом, тоже к этим людям можно по разному относиться. Но эти люди, я оцениваю, когда так относятся к своим родителям, это благородство, это разум, это мудрость, и это надо пережить тоже. То есть, есть целый ряд, такой, скажем так, набор всевозможных подходов, чтобы не заболеть. Это маски, это антисептики, это бережное отношение к старшему поколению. Это основное. Если вы работаете, и есть возможность уйти, работать на удаленку, надо уйти, работать на удаленку. Понятно, что сегодня многие возмущаются, потому что, нам детишки, в классе кто-то заболел, весь класс сегодня отправляют на удаленку. Сегодня мы школы не закрываем, сады не закрываем. Это тоже плюс, но надо стремиться, чтобы болеющих как можно было меньше, а еще было их как можно меньше, соблюдать все требования Роспотребнадзора. Смотришь, мы пройдем этот период или этот этап как-то с наименьшими и затратами, и потерями, и прочее. А самое главное, как военные говорят, чтобы не было физических потерь. Это очень важно. А сегодня, мы же видели, что в Италии происходило весной. Смертность была более 11%. Это кто заболел, один умерло. Это цифры огромные и страшные. И мы, слава богу, как-то этого не наблюдаем. Мы наблюдаем, да, есть какая-то статистика, но мы не Италия. И это тоже счастье. Мы видим, что сегодня происходит в той же Америке, где и заболевания, и смертные случаи. И видим Китай, где дисциплина такая чисто армейская. Вот у меня товарищ, который преподает в одном из университетов Китая, он из России, он туда приехал с группой товарищей в августе месяца и как бы мне звонил и говорил, их посадили на три недели в самоизоляцию каждого в отдельную комнату. Ну, как камера. И там за ним наблюдали. Там порядка, их было там более 20 человек, порядка пяти их задержали еще на две недели. Поэтому в Китае проходит немножко по-другому, потому что там жесточайший контроль. У нас это, я уже извиняюсь, такое слово употребляю, у нас есть элементы расхлябанности. Это тоже правда. Поэтому вот в этом плане, когда мы наблюдаем, что сегодня в мире происходит, есть Италия, есть Америка, есть Китай, а есть Россия, есть россияне. Мы немножечко, наверное, ближе к итальянцам, но я думаю, я хотел бы, чтобы у нас было чуть больше порядка. И мы создаем, ну, скажем, будем создавать такую минимальную нагрузку на наших врачей. Потому что, повторяю, я не хочу тут какие-то слова употреблять, но врачи сегодня реально валятся с ног. Потому что работают три смены. Домой не ездят, потому что они хотят своих, чтобы близко заболели. Поэтому живут в гостинице, работают. Поэтому давайте как бы пожалеем себя, наших врачей. Смотришь, мы таким образом этот вирус победим. Переживем. Спасибо, Владимир Петрович. Спасибо за ваши ответы на мои вопросы, на вопросы телезрителей. Друзья, это была программа «Диалог с главой». Спасибо, что вы были с нами. И спасибо за ваше внимание и проявленный интерес. Всего доброго вам. Спасибо вам. И спасибо всем, кто был сегодня с нами. Будьте здоровы. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова